И снова здравствуйте. Минутка диванного фитнеса. Сегодня хочу рассказать о суточных нормах белка. Если вы поищете в интернете информацию относительно суточных норм белка для людей, которые тренируются, то вы будете попадать на разные источники, которые утверждают, что человеку нужно в день потреблять от 1,5 до 3 граммов белка. Вот в среднем такие рекомендации. А все потому, что в наше время не принято практиковать, не принято обращаться к первоисточникам, принято сочинять, хайповать и пересказывать какие-то общепринятые сплетни. Если я, например, скажу вам, что человеку не нужно так много белка, достаточно 0,7-0,8, максимум 1 грамм белка на килограмм массы тела взрослого человека, который тренируется, то меня сразу же дивальные эксперты закидают, в общем, чем-то закидают, какими-то плохими комментариями, дизлайками, потому что они много раз слышали информацию, сильно противоречащую моей от людей, которые для них очень авторитетны. Это, как правило, здоровые квадратные такие накаченные качки с руками, как моя голова. И вот если они сказали, то, значит, это истина последней инстанции. Дело в том, что стероидный тренинг от натурального тренинга очень сильно отличается. Питание профессионального спортсмена и любителя тоже очень сильно отличается. И нормы белка, соответственно, тоже будут сильно отличаться. Поэтому если накаченный дядька вам говорит, что ему нужно столько-то грамм белка, там 2-3 грамма белка на килограмм массы тела, и при этом он забывает сказать, что он на астероидах, то вам эта информация не подойдет. Я не поленился, я посчитал, сколько грамм белка на килограмм массы тела я использую в сутки, и получилось 0,93. При том, что у меня 4 достаточно тяжелых тренировки в неделю с железом, даже 1 грамма белка на килограмм массы тела мне много. На сегодняшний день мой вес составляет 84 килограмма. Я включаю в свой рацион 2 куриных яйца утром и в течение дня 1 котлету из говядины весом 150 грамм. И я в этом не уникальный. То же самое я наблюдаю постоянно у своих клиентов на протяжении последних 10 лет. У женщин потребность белка, как правило, плюс-минус примерно вдвое меньше, чем у взрослого мужчины. То есть, если говорить не о килограмме на массы тела, а вот, к примеру, взять меня 84 килограмма и среднестатистическую какую-то девушку, килограмм 55 весом, вот ей нужно примерно вдвое меньше белка, чем мне. Если же это двухметровая лошадь, то, наверное, она будет есть примерно так же, как и я. То же самое вы можете найти в учебниках по диетологии, по нутрициологии. Проводились многочисленные исследования в голландской армии, в американской, в британской, в советской. С конца 19 века, в начале 20 в середине и в конце работали научно-исследовательские институты и давали ровно ту же информацию. И если вы почитаете первоисточники, то вы найдете там, что в среднем взрослому работающему руками человеку рекомендует 0,8-1 грамм белка на килограмм массы тела. Также упоминается, что 1,5 грамма белка и более употреблять не рекомендуется. И подчеркивается, что 2 грамма белка в сутки и более будет вредным для здоровья человека. Вы можете сказать, что вот это для обычных людей, а вот для спортсменов все по-другому. Спортсмену нужно втрое больше еды, вчетверо больше белка. Вроде бы есть логика в этих суждениях, но если вы обратитесь к первоисточникам, то вы заметите ровно то же самое, что я уже сказал. А дело в том, что у спортсмена, у тренирующегося человека, у него пищеварение работает намного лучше, обменные процессы работают намного лучше. И этот человек из еды выжимает больше, чем нетренирующийся человек. И получается плюс-минус то же самое, но возможно чуть-чуть больше нужно белка, чем обычному человеку, который работает руками. Это же подтверждают методические материалы по лёгкой атлетике. Вот, пожалуйста, методичка, написанная двумя преподавателями московского инфиза. Учебник по тяжёлой атлетике написан преподавателем киевского инфиза. Избыток белка – это всегда хуже, чем его лёгкий недостаток. Вы должны думать не о том, сколько всего съесть и побольше на всякий случай, чтобы точно хватило. Это в машину. Ты можешь залить в бак больше бензина, и твой автомобиль рационально будет использовать все объёмы, которые есть в баке. У человека так не работает. Нужно постоянно подкидывать еду оптимальными порциями, сбалансированную. Если будешь закидывать слишком много, то пищеварение будет ухудшаться, и ты будешь получать больше вреда, чем пользы. Кстати, добавлю, что в моём рационе нет белковых коктейлей и каких-то белковых батончиков. И вместо того, чтобы ломать голову, чтобы такого сожрать, чтобы пошла мышца, вы должны думать о том, как настроить своё пищеварение, чтобы организм максимально эффективно использовал то, что вы употребляете. И это главное. Без этого вы будете кормить не себя, а свой унитаз. Кстати, есть ребята, которые много лет подряд пили сырые яйца, полагая, что 5 или 10 выпитых в сутки сырых яиц будут способствовать росту мышечной массы. Совершенно не обращая внимания на то, что они почему-то покрылись прыщами на спине и на лице. Они почему-то паршиво себя чувствуют. Когда они ходят в туалет по-большому, то эти зловония нельзя ни с чем спутать, потому что запах тухлых яиц, он один из самых резких и сильных, и ничем его не скрыть. И даже эти факты не заставляют их задуматься, а может быть нужно пересмотреть своё отношение к белку. Также, наверное, вы слышали о разных диетах, которые основаны на большом количестве белка и много овощей. В принципе, это имеет место быть. Если исключить углеводы, питаться мясом, рыбой и большим количеством овощей, то можно есть 2 грамма белка и больше на килограмм массы тела, и у вас всё будет хорошо. Но в таком случае нужно очень чётко следить за своим питанием. Нужно в этом разбираться, нужно понимать, насколько эффективно работает твоя система пищеварения, и успевает ли она всё переваривать, потому что то, что не переварилось вовремя и не вышло из нас, это будет разлагаться и травить нас изнутри своими продуктами распада. И дело в том, что белки при разложении выделяют больше, чем что-либо, чем какой-либо другой продукт, чем те же углеводы, чем те же фрукты, овощи, вредных веществ, опасных для жизни человека. Конечно, вы не умрёте, но вы просто будете себя очень паршиво чувствовать. Северные кочевые народы в той же России, которые питаются в основном мясом, то есть употребляют много белка, на порядок больше, чем 2 грамма на килограмм массы тела, чувствуют себя прекрасно, там долго живут и так далее. Но стоит учитывать тот момент, что у них совершенно другая микрофлора, совершенно другой образ жизни, они постоянно на улице, постоянно на воздухе. А это значит, что у них пищеварение будет работать, как у дикого зверя, и переваривать практически всё без достатка. У вас этого не будет. К тому же свежее мясо только что забитого оленя, либо там срочно замороженного, либо там засушенного, засоленного, и мясо, которое вы купили в супермаркете, которое лежало на прилавке, неделю, может быть, 2, 10 раз замораживалось, размораживалось. Это далеко не одно и то же. Можно построить рацион преимущественно на белковых продуктах, но в таком случае нужно очень хорошо разбираться в настройке пищеварительных процессов. Если вы этого не умеете делать, то, скорее всего, вы будете получать не очень хорошие результаты от избытка белка. Поэтому думайте своей головой, задавайте вопросы, если они у вас остались в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, лайки, и не ешьте много белка, ешьте ровно столько, сколько нужно. Продолжение следует...